МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фехтование – один из тех видов спорта, в котором редко можно увидеть спортсменов в дальневосточной столице, однако во Владивостоке есть две муниципальные спортивные школы, где можно пройти профессиональную подготовку – это «Бастион» и «Русич». А сегодня речь пойдет о муниципальной спортивной школе «Бастион». Здесь учат фехтованию на рапирах. Фехтование – популярный современный спорт для мужчин и женщин всех возрастов, включая соревнования для инвалидов. Спорт начал свое развитие, используя опыт смертельных поединков, дуэлей до первой крови, боевые навыки и традиции конницы. Сейчас искусство спортивного фехтования развилось в три дисциплины – рапиру, шпагу и саблю. Учатся в «Бастионе» 50 фехтовальщиков – от самых юных до уже взрослых чемпионов. Каждый день мы учимся чему-то новому, выпады делаем, шаги вперед-назад. Фехтование – это прекрасный спорт, который вызывает у меня такие чувства, как радость. Мне просто нравится фехтовать, и я собираюсь в будущем продвигать этот спорт там, где он не продвинут. Это радость от того, что я занимаюсь таким видом спорта. Мне приносит, в принципе, удовольствие само движение, само понимание, что я занимаюсь этим видом спорта и, как можно сказать, гордость, потому что он не каждому дан. Мне он очень нравится, этот вид спорта очень нравится. И когда дети фехтуют, какое-то волнение такое присутствует. За каждого ученика переживаешь, болеешь, как будто ты вместе с ним идешь и в бой фехтуешь. Вдохновившись огнем в глазах ребят, я решила взять рапиру и испытать этот вид спорта на себе. Мне кажется, на меня дети маленькие, семилетние, которые только-только начали заниматься, смотрят немножко странно, потому что я не могу сделать простейший выпад, который здесь все. Это просто базовый навык. Это прием или как это называется? Да, это прием. Базовый прием фехтования. Я не могу его выполнить правильно. Изучить приемы фехтования недостаточно, чтобы стать лучшим. Нужно знать теорию. Ведь не зря фехтование называют шахматами в движении. В шпаге правила позволяют полоть любую часть тела. То есть можно полоть ноги, в руки, в голову, в любую точку тела. В рапире же поражаемая часть является только корпус. Да. Вот у вас хотя бы есть защита, а у меня защиты нет. Дальше различие является в электропроводимости. У рапиры это двойник, а у шпаги это тройник. То есть здесь вот такие вот пимпочки, их три штуки. А вот это, я так понимаю, для того, чтобы когда сражаться условно, а как идет сигнал или свет или как? Получается, у нас вставляется шнур специальный. Ага. Она замыкает, перестает гореть аппарат. То есть пока ты не подключен, горит белый. Как только ты замыкаешь эту цепь, сигнал прикрещается. Как только зажимаешь наконечник, это вот такая кнопочка здесь на конце плинта, горит фонарик. Если колешь в рапире, получается, в любую часть тела, горит белый. А если колешь поражаемую поверхность, горит зеленый либо красный, в зависимости от цвета оппонента. А где горит, вот здесь или как? Горит на оппоненте. А, понятно, я все ищу, смотрю, ищу на рапире красный, зеленый, белый свет. Все, теперь я поняла. Данный вид держания ручки называется ласточка. Она, ну, для меня она удобна. Это намного сложнее, на самом деле, так держать. На самом деле она вот, как бы, вот так вот. Да, оно, я так понимаю, что уже для опытных фехтовальщиков это намного удобнее. Мальчики, ну я уже всему полностью обучилась. Защиту знаю, выпад знаю, стойку знаю. Ну и как, конечно же, рапиру держать тоже знаю, кто со мной готов сразиться. Так, чтобы я могу провести с вами дуэль. Ты можешь провести со мной дуэль? Да. Ты же понимаешь, что я мастер высокого уровня. Со мной опасно. У вас стаж уже более одного... Часа, да. Более одного часа у меня уже стаж. Поэтому я надеваю свою защиту. И мы просто идем в жесткий спарринг. Все говорят, что нужно вызывать страх у своего противника, своей уверенностью в себе. Но на самом деле мне очень страшно. Впервые пробую кого-нибудь вообще ударить. И рапирой в том числе. Поэтому пробую. Но я уверена в своей победе. Наш бой закончился. Очевидно, не по ей победой. Потому что мне поддались очень много раз. Но на самом деле это сложно. Но сложнее всего... Сложнее всего это просто взять рапиру и вот в человека. Морально страшно. Мне кажется, тебе вообще не страшно было? Это вообще не страшно. У нас пластиковая защита. То есть вообще не больно. То есть ничего не чувствуешь. Так мы узнали, что во Владивостоке любой желающий может научиться сражаться на рапирах в спортшколе «Бастион». А в следующем выпуске программы «На спорте» мы с вами попробуем шпаги в действии и вступим в дуэль с тренером по фехтованию муниципальной школы «Русич». Диана Иванова, Денис Фадеев на спорте.